Добрый день! В наших фильмах мы уже рассказали вам о том, что такое здоровая почва, какими функциями обладает здоровая почва. А сегодня мы хотим вам рассказать, как улучшают здоровье почвы гибриды компания «Сингенты» подсолнечника и кукурузы. Чтобы удобнее рассмотреть этот вопрос, мы разделили его на две части. Мы поговорим о том, как влияют корни во время вегетации и как влияют корни и растительные остатки после завершения сезона. Во время вегетации, конечно, мы больше говорим о корнях. Корни, прежде всего, это морфология и анатомия. Дело в том, что корневая система может быть стержневой, может быть мочковатой. Но от того, как она распространяется по слоям, как она распространяется по поверхности, как в горизонтальном, так и вертикальном горизонтах, от этого будет зависеть, насколько эффективно будут влиять данные корни на здоровье почвы. Корни могут физически разуплотнять почву, уничтожать вот эту слитость и формировать агрегаты. Таким образом, с одной стороны, мощная корневая система формирует и улучшает физические параметры, улучшается количество агрономически ценных агрегатов, улучшаются функции почвы, большой каскад функций почвы, а с другой стороны, минимизируется эрозионная опасность почвы. Физиология. Корни выделяют большое количество соединений, так называемых аллелохимикалиев. И мы можем наблюдать явление, которое называется аллелопати, то есть корневые выделения кукурузы и подсолнечника, могут угнетать сорную растительность, которая находится в зоне роста растений, и таким образом оптимизировать фитосанитарную ситуацию. И биологические функции корня. Те соединения, которые выделяет корневая система, оказывают существенное влияние на формирование микробиома корневой зоны. Мы можем наблюдать формирование сукцессии супрессоров, они же антагонисты, целлюлозодеструкторов и, например, бактерий, которые повышают биодоступность питательных элементов для растений. Давайте рассмотрим, что происходит в поле после того, как вегетация завершилась. С 90% органического вещества происходят процессы гумификации. Существует несколько теорий о том, какой это процесс, как он происходит, но конечным результатом гумификации является образование гумусовых веществ. Гуминовых кислот, фульвокислот и гуминовых. Таким образом происходит закрепление долгосрочное органического вещества в почве и таким образом закрепляется до 60% углерода, до 6% азота и других минеральных веществ, но в меньшей степени. Гумусовые вещества напрямую не участвуют в питании растений, но, например, фульвокислоты уже доступны микроорганизмам и растворяют некоторые минералы, образуя доступные минеральные соединения. Оставшиеся 10% органического вещества становятся легко доступными и легко подвижными. Таким образом, они могут участвовать в процессе питания растений. Это очень важная часть для того, чтобы обеспечить нормальное питание в текущем периоде. Урожайность подсолнечника является не такой высокой, как хотелось бы для восполнения органического вещества, поэтому потребуется дополнительная компенсация. На последнем этапе преобразования органического вещества происходит процессы минерализации. Что это такое? Это образование из более сложных органических соединений, самых простых минеральных соединений. Также в процессе минерализации образуются простые органические кислоты, низкомолекулярные. Любой биологический процесс происходит в оптимальных условиях влажности и температуры. Но кроме этого, для разложения органического вещества важно соотношение между углеродом и азотом. Оптимально это соотношение у бобовых культур. Например, у люцерны содержание азота на одну часть приходится 12 частей углерода. У других культур, не бобовых, это соотношение доходит до 80 и даже до 100 единиц. Поэтому при работе с органическими остатками не бобовых культур на каждую тонну этих органических остатков мы должны с вами добавить 10 килограмм азота. Корневой опад превышает растительный опад до 6 раз. Поэтому корневая система с глубоким проникновением у пропашных культур вовлекает элементы питания с нижних горизонтов в верхние горизонты. И таким образом эти элементы питания становятся доступными для последующих культур. Как кукуруза влияет на здоровье почвы? Давайте разберемся. Во-первых, растение кукурузы обычно формирует мощную мочковатую корневую систему. Помимо того, что ее основная часть разрыхляет верхний слой почвы, вся ее масса, остающаяся после уборки, является источником доступного органического вещества для последующих культур все в обороте. Гибриды линейки артезиан формируют мощную корневую систему как в стрессовых, так и в благоприятных условиях. Во-вторых, листостебельная масса, которая остается после уборки кукурузы, формирует хороший мульчирующий слой, если используется минимальная или нулевая обработка почвы. При этом гибриды, которые толерантны к листовым и стебливым заболеваниям, например, Си-Чоринтез, Си-Абиларда, Си-Импульс и Эвора, сдерживают распространение патогенов, поскольку растительные остатки этих гибридов имеют меньшую пораженность грибными заболеваниями. В-третьих, применение гербицидов посевов кукурузы позволяет избавиться от таких трудноискоренимых двудольных храников, как асот, молочай и вьюнок. В-четвертых, если вы высеваете семена кукурузы, обработанные инсектицидами, а у Сингента такая обработка называется элевейшн, то сдерживаете распространение почвенных вредителей, основным из которых является проволочник. А еще мало известно, что гибриды кукурузы компании Сингента являются естественным очистителем почвы от заразихи. Дело в том, что корневые выделения растений кукурузы, стригалоктоны, провоцируют прорастание заразихи, которое, не найдя хозяина, погибает. Таким образом, кукуруза является ценной культурой в севооборотах, особенно насыщенных подсолнечником. Как подсолнечник влияет на здоровье почвы? В этом вопросе очень много мифов и противоречий. Давайте разберемся. Во-первых, подсолнечник обладает мощной, хорошо разветвленной стержневой корневой системой. В фазе трех пар настоящих листьев она проникает на глубину 40-60 сантиметров, фазу цветения до 200-240 сантиметров, а в конце вегетации 240-260 сантиметров. Это позволяет разрыхлить почву, а мощная корневая система – это источник органического вещества. Второй главный момент корневой системы подсолнечника – это возможность усваивать труднодоступные формы фосфора и калия, которые недоступны для других культур. При этом значительная часть макро- и микроэлементов остается в виде пожневных остатков непосредственно в поле. Например, при урожайности подсолнечника 3 тонн из гектара в виде масла семян с поля очуждается всего лишь 70 килограмм калия. При этом в пожневных остатках на поле остается около 220 килограмм калия. Эта способность подсолнечника дает возможность последующим культурам после разложения пожневных остатков использовать данные элементы. Третий момент связан с засухоустойчивостью как самой культуры, так и с разработками-селекционерами компании Сингента в области засуха и жаростойкости. Современные гибриды – Селевис, Си-Авенджер, Суберек и Суоми – обладают высокой засухоустойчивостью. А такие гибриды как Алькантара, Сузука и Сирозета еще и дополнительно имеют повышенный температурный порог стерилизации пыльцы. Все это дает возможность возделывать культуру в таких даже сложных территориях, где ранее было лишь звено пар зерновые. Четвертый пункт – он связан с развитием современных производственных систем и технологий на подсолнечники, которые дают возможность контролировать сложные сорняки, угнетающие культуры в силу обороте. Более того, компания Сингента запускает новую производственную систему ЭР, которая дает свободу выбора гербицида в зависимости сорняков, присутствующих непосредственно в поле. Вот за эти несколько минут мы вам успели рассказать, какое позитивное влияние на здоровье почвы оказывают гибриды компания Сингента – кукуруза и подсолнечника. И самое главное, что мы с вами поняли, что вы можете формировать не только урожай именно в текущем сезоне, но и позитивно влиять на здоровье почвы и обеспечивать устойчивое получение урожая в последующие годы.